Юридический факультет СПБГУ одна из старейших правовых школ страны. Среди его выпускников ведущие политические деятели и руководители крупных организаций. Некоторые из них возвращаются в родные стены, чтобы передавать свои знания новому поколению студентов, да и просто заходят в гости к своим учителям. Одна из таких встреч состоялась по случаю юбилея профессора Людмилы Голенской. Известный во всем мире специалист в области международного права, доктор юридических наук, профессор Петербургского университета. Это все о Людмиле Голенской. Она главный герой на торжественном заседании ученого совета юридического факультета, ведь Людмиле Никифоровне 90. На международное право шла осознанно. Мне оно всегда нравилось. Я слушала лекции профессора Боброва, и он мне очень нравился. Он привил мне любовь к международному праву. Я ему очень благодарна. Благодарили и саму Людмилу Никифоровну, ее ученики, коллеги по кафедре и факультету. Поздравительную телеграмму профессора направил выпускник юридического факультета, президент нашей страны Владимир Путин. Желаю вам доброго здоровья и благополучия. Владимир Путин. Отмечали неоценимый вклад Людмилы Голенской в развитие юридической науки и подготовку квалифицированных кадров. Я слушал курс международного частного права, писал контракт, который был частью нашей программы по МЧП. Сдавал ей зачет. Все мои знания – это знания, полученные от Людмилы Никифоровны. Людмила Никифоровна относится к числу основоположников науки международного частного права второй половины XX века и основоположникам научной школы международного частного права в Санкт-Петербургском университете. Большая часть заседания по просьбе профессора Людмилы Голенской была посвящена обсуждению ее фундаментальной работы – правовое регулирование транснациональных отношений, которое вышло этим летом в издательстве Санкт-Петербургского университета. Она уникальна тем, что это первая в российской юридической науке монография, посвященная теме общечеловеческих ценностей в юриспруденции. Я никогда не думал, что чтение научной литературы может быть не менее захватывающим, чем чтение художественной литературы. Для меня было именно так в данном случае. Сейчас, конечно, самое интересное – следить за развитием мыслей, в особенности мыслей нестандартной. А Голенская всегда отвечала с тем, что она по проторимым путям никогда не будет. Она идет совершенно нестандартным путем. Работы Людмилы Голенской по праву считаются важными для науки. Поэтому ученый Совет юридического факультета предложил выдвинуть труды профессора на премию Федора Мартенса, которую присуждает Российская Академия наук. А также, чтобы работа стала международной, монографию планируют перевести на английский язык и открыть доступ для юристов всего мира.